Друзья, всем привет! Ну вот и время настало второго новостного дайджеста. Записываем как божьим, работы на торгах много, но я думаю вы меня понимаете. Ну и так, собственно, поехали. Итак, новость номер один. Российский бизнес привлек 2,7 миллиардов долларов за первый квартал. Побит десятилетний рекорд. Никогда еще такого не было в первом квартале, такого прироста инвестиций. Такие показатели были достигнуты благодаря сделкам по Fixed Price, Ozon и NVIDIA. Насколько я знаю, в сделке Fixed Price даже были привлечены арабские шейхи. Они вкладываются в Fixed Price. Вот вам, пожалуйста, индийские цены. Достаточно хорошие новости. Я безумно радуюсь за наш российский бизнес. Вам лайк и репост. Не останавливайтесь. Поехали дальше. Данная новость будет, конечно же, по ссылке в описании. Повышение ключевой ставки. Быть или не быть. Что будет с ключевой ставкой после череды событий, очередные санкции, ограничения поездок в Турцию, поддерживающие выплаты из бюджета? Эксперты РБК собрали аналитику и прогнозируют возможное повышение ключевой ставки. По секрету я вам скажу, что уже ключевая ставка повышена на момент выхода данной новости. Так что повышению ключевой ставки быть. А мы двигаемся дальше. Работа с Киви может быть опасна. Компания предупредила своих клиентов о возможных ограничениях от ЦБ, вплоть до отзыва лицензии. В самом ЦБ такие риски оценивают как ранее ниндийские. Ну, на самом деле, по данной новости, я помню, что в конце 2020 года Центробанк оштрафовал Киви и выдал им предписание за то, что они совершали множество транзакций по большинству видов платежей с иностранными интернет-магазинами и осуществляли переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Я думаю, что именно из-за этого снова возобновилась по ним работа. Киви Банк, держитесь, мы с вами полный вперед. А мы переходим к следующей новотовости. Дэйва в Екатеринбурге осталась без лицензии. 188 место в банковской системе России теперь пустует вакантное место. Клиентам, конечно, вернут их плоды, но не более 1,4 миллиона рублей на человека. И выплаты начнутся уже на днях. Но, как поясняет председатель правления банка Нейвы, лицензию у них отобрали фактически без объяснения причин. Я помню на своей практике, что постоянно именно такой комментарий приходит от представителей банка. У нас отобрали лицензию практически ни за что. В общем, жалко, что банковская система в России у нас неустойчивая. Каждые две недели какой-то банк лопается. В СМИ, на самом деле, попадает информация все реже и реже. А так банки у нас каждые две недели лопаются. Мы, как участники аукционов по банкротству, тенденцию видим только положительные. Вкладчикам данного банка желаем все свои вклады забрать. В общем, с данной новостью вы можете ознакомиться по ссылке в описании, а мы двигаемся дальше. Путин говорит, рубль растет. Во время ежегодного послания президента Федеральному собранию курс рубля по отношению к доллару и евро укрепился. Вот вам животворящая сила слова нашего президента. Желаю нашему президенту почаще говорить про рубль. Может, когда-нибудь мы все-таки догоним доллар и евро. Ознакомиться с данной новостью вы можете по ссылке в описании. Следующая новость. Колебание рубля. Несмотря на укрепление рубля из предыдущей новости, наша валюта все же остается под давлением геополитической ситуации. Специально для российской газеты аналитик Финнам дал прогноз на коридоры движения рубля. Ну, на самом деле, не любой аналитик из Финнамо не сравнится с нашим президентом Российской Федерации. Так что я больше доверяю предыдущей новости. Переходите по ссылке, читайте эту. Но я вам все же рекомендую и прочитать предыдущую. Нет, тут просто взаимосвязь прямая. Во время монолога Путина рубль как бы укрепляется. Как только он прекращает монолог, вот дальше уже следующая новость. Да. Президент сказал, Силуанов подсчитал. Или наоборот. Министр финансов сообщил, что социальные инициативы 21-22 годов обойдутся бюджету в 400 миллиардов рублей. Причем они не повлияют на инфляцию, потому что финансирование будет производиться за счет средств федерального бюджета. У нас постоянно президент что-то говорит, министры у нас постоянно эти инициативы воплощают. Воплощают, как правило, на ура. Так что уважаемому господину Силуану я желаю удачи. Воплощайте данные инициативы. Выделяйте 400 миллиардов рублей и будет нам всем счастье. Но выделяйте только из федерального бюджета. С данной новостью вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Следующая новость также касается нашей сферы аукционов по банкротству. Санация негосударственных пенсионных фондов. Подписан закон, по которому Банк России получает право на санацию НПФ. После такой санации собственником НПФ становится Банк России. Вау, это на самом деле интересная новость. В последнее время много развелось негосударственных пенсионных фондов. Я только за последние два месяца раза три получил звонки перейти из одного пенсионного фонда в другой, чтобы они накапливали мою пенсию. Я на самом деле рад этой новости, что Банк России стал собственником НПФ. Так что наши пенсионные сбережения будут еще надежнее. С данной новостью вы можете ознакомиться, как всегда, там. Трудности кэшбэка. Ежегодный объем кэшбэка в России оценивается в 250 миллиардов рублей. Банки все активнее поощряют клиентов выплатами по программе лояльности. Но вернуть свой кэшбэк становится все сложнее и сложнее. Данную новость вы можете прочитать в газете «Коммерсант» по ссылке в описании. Сейчас была бы актуальна реклама одной известной компании, которая дает кэшбэк. Но, к сожалению, они нам не платят. Я помню свой первый кэшбэк, как это стало мупоподно. Первый мой кэшбэк был 138 рублей 22 копейки. Саша, а у тебя какой был первый кэшбэк? Слушай, я не помню, но что-то на уровне тоже около 30 рублей. И было приятно, когда тратишь деньги, и еще что-то тебе возвращают. Друзья, напишите, какой у вас был кэшбэк в комментарии. Давайте пообщаемся на эту тему. С данной новостью там же и ознакомитесь. А мы двигаемся дальше. Путин критикует тех, кто выводит дивиденды. В рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент России сказал, что будут поощрять те компании, которые вкладывают в свое развитие, а не те, кто выводит дивиденды. Компания НАП вкладывает в свое развитие. Так что, уважаемый Владимир Владимирович, ждем от вас поощрения. Это можете считать официальным обращением к вам. С данной новостью познакомитесь также по ссылочке в описании. А мы поехали дальше. И последняя новость на сегодня. Строительство завода на 140 миллиардов рублей. Ведомости сообщают, что корпорация web.rf, Сбербанк и открытие профинансируют строительство электрометаллургического комплекса Эколанд. Стройка пройдет в городе Выске Нижегородской области. К новостям на строительство завода за 140 миллиардов я отношусь скептически. Я помню, как строили «Газпром-арену», который находится в Санкт-Петербурге, который виднеется, кстати, из этого окна. Начальная цена была в 20 миллиардов рублей. В итоге потратили на него порядка 56. Так что завод в городе Выске Нижегородской области. Стартовая цена 140 миллиардов рублей. Я думаю, что где-то к 500 миллиардам они точно закончат. Давайте сделаем ставки и посмотрим, кто выиграет. Напишите, за сколько будет построен завод в городе Выске. Кто выиграет тому кэшбэк на карту или 1000 рублей на ваш телефон. Ну, а я в свою очередь хочу поздравить город Выске. Что в нем будет градообразующее предприятие. Для жителей города Выска. Интересно, как их называют, Саш, как ты думаешь? Высковчане. 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 Высковичи. Высковчаночка. Городу Выске развития. С данной новостью Вы можете ознакомиться по ссылке в описании. У нас на сегодня все. Это был второй новостной дайджест. Ждите нас в мае с новым дайджестом. Я вам желаю улыбок, майского настроения. Ну, и также подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Я прочитал все комментарии к прошлому дайджесту. Спасибо вам большое. Так что приглашаю вас еще раз подискутировать в комментарии. И увидимся с вами в следующем выпуске. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok